Всем привет! Уже очень давно я не записала никаких видео, как бы не особо было, наверное, время. Но так как очень много моих девочек, знакомых, наконец-то, спустя вот уже 4 года от начала эмиграции, получили свои визы, с чем я вас очень-очень поздравляю и, конечно, вас жду. И в связи с этим посыпались, естественно, вопросы. Я постараюсь на некоторые из них ответить. Самым главным сейчас, на сегодняшний момент, есть вопрос о сборе вещей, что брать, как везти. И одним из таких, как бы, подпунктов есть аптечка. Я, наверное, думаю, что ей стоит уделить отдельное видео. Я вот как раз открыла ящик со своей аптечкой, посмотрю, что здесь у меня есть и расскажу вам, как бы, два момента. Два момента, что мы везли тогда, 4 года, 4, почему 4, 3, 3 года назад. Что мы везли с собой 3 года назад, что мне из этого пригодилось, что нет. И вот как аптечка моя выглядит на сегодняшний момент. Значит, я не даю ни в коем случае каких-либо советов в том плане, что везти вам. Я только расскажу то, что везли мы и что есть у меня, потому что, ну, здоровье это очень индивидуально, тем более, как бы, ну, у каждого есть свои какие-то хронические заболевания. Поэтому это нужно смотреть, смотреть на свое здоровье. У меня из моих обязательных, то, что было важно для меня, это было давление. И я рекомендую тех, у кого проблемы тоже с давлением, вот для давления обязательно что-то с собой взять. Потому что здесь попасть в крючую, конечно, можно. Ну, как вы все слышали, это либо долгий процесс, либо потом обследование могут занимать долгое время. И иногда у них, скажем так, немножко другие стандарты по здоровью. То, что для нас мы уже очень больные, они еще могут быть очень даже считать, что мы здоровые. Поэтому, когда мы привыкли уже, я, например, свое давление привыкла сбивать, они удивляются и говорят, что в них медикаменты не нужны. Поэтому здесь мне их не могут выписать, потому что по ихнему показать телям, это как бы нормальное давление. Я с этим давлением чувствую себя плохо. Поэтому вот это тот самый важный препарат, который я обязательно с тобой везу для того, чтобы сбить давление. Это как бы отступление. Значит, что мы везли с собой три года назад? Аптечка у меня была очень большая. Самым большим у меня были детские медикаменты. Я везла все, и от насморка, и от кашля, и для сбивания температуры, и от горла. Везла свечки против запоров, и от расстройства желудка. У меня была огромная аптечка, это была детская, плюс взрослая была, все на всякий случай. Антибиотики универсальные на все случаи жизни, я даже не знаю, сколько у меня их там было пачек. У меня были, вот опять-таки, от давления, у меня были какие-то там от молочниц, от циститов, от обезболивающей типа алфена. Ну, вообще, чтобы вы понимали, у меня было все. Я не знаю, ну, если не пол сумки, ну, треть, часть одной сумки у меня точно занимала аптечка. Мне даже спросили, ты что, сюда болеть едешь? Зачем тебе столько лекарств? Сейчас мне тоже смешно вспоминать вот тот огромный объем, который у меня был, но он был. В итоге я практически 70% всего этого либо выбросила, потому что оно просрочилось, либо раздала на форумах, когда писали там девочки, спрашивали, нет ли какого-то лекарства в наличии, нужно было что-то срочно. У меня оно просто валялось и отдавало. Ну, то есть, как бы, очень большая часть этого не пригодилась. Но, естественно, большая часть пригодилась. Я сейчас вам расскажу вот то, что реально я вот эти в течение этих трех лет пользуюсь и что заказываю до сих пор с Украины. И мне каждый раз все, кто едут, мне это везут. Для меня самое важное и самое главное – это Назвин. Здесь сосудосуживающих для детей препаратов нету. Поэтому, если, как бы, здесь вообще до 12 лет детям носы не лечат. Вот сопли у них текут и все. Единственное, что они используют, это вот такое вот, типа, наши хьюмор, по-моему, это называлось. Нос промывает соленая водичка. Вот здесь вот такие, вот такого плана есть тоже, как бы, пшикалки в нос соляные. Все, вот это вот все, что они дают в нос. Поэтому Назвин я не смогла от него отказаться. Очень многие девочки отказались, они не используют сосудосуживающих. У меня дети ночью не спят, капризничают, плачут, поэтому мне проще. Я закапала, как бы, и всем хорошо, и, как бы, вот так. Это тот препарат, который мы до сих пор заказываем. Потом из обязательных у меня всегда есть с Украины – это бипантен. Ну, это, как бы, у меня ребенок просто маленький, я ему опрелости мажу. Мне почему-то вот эти все судокремы местных, много препаратов, они мне не особо помогают. Поэтому я и какие-то раны, царапины, он заживляющий. Вот такое то, что я с собой беру. Вот. Потом с Украины обязательно у меня есть нефороксазид. Это для желудка, это, типа, местный антибиотик от расстройств. Он у меня есть и взрослый, и детский. Такой вот детский нефороксазид. Смысл один и тот же – это для взрослых, это для детей. Это то, что здесь очень часто бывает гастро. Причем гастро такие жесткие. Начинается рвота по носу, и она может быть несколько дней, и, как правило, тогда лежит пластом вся семья. Вот. Но когда мы пьем нефороксазид, у меня это все заканчивается одним днем. Поэтому тоже, когда там люди говорят, что это антибиотики, он может, у него там какая-то нагрузка. Ну, мне проще. Мы выпили, и мы знаем, что в следующий день мы, как бы, уже бодрячком. Лежать по 3-4 дня, честно говоря, желания нет. Вот. Что из такого важного у меня? Ну, в принципе, я вам скажу. И все. Вот это то, что я всегда вот это заказываю. Это у меня нефороксазид, на Звин и Бипантен. Вот это три препарата у меня ходовые. Все остальное можно купить здесь. В аптечке всегда есть у меня Тайли Нол. Это жаропонижающий, типа парацетамола нашего. Здесь он вообще без проблем продается детям в сиропе, взрослым в таблетках. Он всегда из наличия, потому что, не дай бог, как бы, чтобы не случилось, сразу сбил температуру. На следующий день можно все, что угодно купить. Потом, типа наш ибупрофен, это Адвил. Но я хотела показать, вот его, к сожалению, у меня здесь нет. Поэтому взрослый Адвил вот такой вот. Ну, а детский тоже в сиропе, его здесь нет. Значит, есть вот такие вот, что еще у меня всегда есть в аптечке. Это Тайли Нол комплексный такой. Здесь перечислено все, что он и от наспорка, и от сухого кашля, и от температуры, и так далее. То есть, первые признаки простуды. Мы вот это вот пьем, и, как правило, все проходит. Если немножко подзапустили, уже пошел кашель, есть вот такой вот бинулин. Он от кашля тоже в свободном доступе в аптеке продается. Есть взрослые, детские. Есть от кашля мокрого, сухого. И есть еще очень классный бинулин. Ну, здесь у меня такой вот. Бинулин все в одном. All in one написано. Значит, все в одном. Он вообще, я вообще очень его люблю. Сейчас мы на него подсели. Он как бы и кашель, и температура, и боль головная, и боль в горле, и сухой кашель. В общем, как правило, выпиваешь эту банку. Последний раз мы даже не допили. Все прошло. Я вообще, потому что, как бы, ну, почему об этом делаю акцент? Потому что мы сюда очень много тащили лекарств именно от кашля. Я не вижу в них смысла. Но это не вижу я. Я знаю другие девочки, некоторые до сих пор возят украинские, там, АЦЦ или еще что-то. Я ничем не пользуюсь. Мне прекрасно помогает вот это вот, как бы, местное. То есть, жаропонижающее, обезболивающее от головы. Вот эти тайлинолы. Их, кстати, вот этот тайлинол, здесь им лечат все. Вот где бы у тебя не болело, голова у тебя болит, пятка болит, в боку колет. Врач, как правило, назначает тайлинол. Если потом не прошло, они, может, и будут разбираться там, от чего болит. А так, как бы, все, как правило, проходит тайлинолом. Вот. От каши всегда тоже можно купить. Какие-то мазюкалки, типа, от аллергии, всякие бенадрилы здесь тоже продаются. Если какие-то полиспарилы, это если какие-то раны, порезы, там, ссадины, тоже продаются. Если ребенку нужно натирать, там, грудь и так далее, типа нашего доктора Мома, здесь тоже продается. Это то, что в свободном доступе. Вот. Что у меня здесь есть? Тоже, флюканазол. А что это такое? Вот так у меня тоже есть аптечки, но я не знаю, что. Ага, вот я бы сейчас покажу. Это уже то, что вот мы везли с собой сумамед. И у меня он есть, потому что... Ну, я даже не могу сказать, пользовались ли мы им. Это тоже стоит, надо уже срок про это. В принципе, к врачу бывает, я слышала, очень сложно попасть. Поэтому вот такие детские антибиотики, наверное, есть смысл вот общего вот такого спектра, типа сумамеда взять. Потому что, ну, вот наша, например, педиатр. Хорошая женщина, хороший врач, все прекрасно, но работает она очень редко. Во-первых, она вообще работает 4 дня в неделю. В среда у нее грудничковый день, она детей не принимает, других. Остается только понедельник, вторник, четверг, из которых у нее отпуски очень часто. Если есть лонг-викенд, как бы 3 выходных, значит, что стопудово она доберет эти 4 и сделает себе неделю выходную. Если это там рождественский или летний, ее тоже никогда нет. Ну, то есть, как бы плюс записаться к ней нужно заранее до 7 утра этого дня. Если вот ты в 9 утра поняла, что тебе нужен сегодня срочно врач, это уже все, до свидания, это только будет завтра. Потому что я пишу, до 7 утра могу ей сделать, как бы, заказ на врача. Вот, поэтому, как бы, ну, вот детская, у меня на всякий случай все-таки есть один антибиотик. Но мы им, я же говорю, в принципе, не пользовались. Почему? У нас такая ситуация, мы когда только приехали, нам посоветовали здесь очень классного врача-китайца. Я думаю, что такие китайцы есть в любом районе, но люди либо одних не знают и пытаются всегда попасть к своим семейным, либо пытаются попасть к педиатрам, ездят в уржанцы, жалуются на очереди. Мы всегда обходились с китайцем. Если наш педиатр в этот день мы не попали, либо она занята, выходная и так далее, мы идем к нему. Что это такое? Это маленький кабинет, частный, типа врач. У него там написано и фэмили доктор, и уржанц, и сан-ран-де-ву, типа без рандеву. Объяснить конкретно, что это за врач. Ну, это, наверное, клиника, типа без сан-ран-де-ву, вот это без записи, которая. Мы приходим, там сидит медсестра, дали свою карту Маляди, в живой очереди отсидели, как правило, не больше часу-полутора. Это вообще бывает и быстро, в течение 20-30 минут мы попадаем. И уходим от него с направлением купить лекарства. То есть это либо направление сразу мы покупаем антибиотик, если это что-то запущенное, типа отита, горло и так далее. Либо с направлением сделать флюорографию, анализы и так далее. Поэтому лично у нас я не могу пожаловаться на медицину, что мы не можем попасть и что-либо там купить. Поэтому как бы, возможно, потому у меня и аптечка сейчас не такая большая, и все, я могу здесь купить в Канаде, потому что у нас есть, спасибо, такой вот китаец. Если уповать и все время ждать рандеву конкретно с семейным доктором, либо с семейным педиатром, то это, да, реально могут быть проблемы. Люди, бывает, ждут и по две недели рандеву со своим врачом. Поэтому они как бы и используют вот эти вот запасы, привезенные с Украины. Такой вот лайфхакт по поводу врача я сказала. Значит, хотела еще... А, мы забыла и улетела. Ага, вот я увидела у себя еще вот такой вот протергол. Ну, я не знаю, это тоже чисто мое. Ну, я иногда ребенку, ну, подсушиваю эти сопли. То есть, как бы, у меня в аптечке в основном вот именно для носа, потому что для носа ребенку здесь очень сложно, ну, невозможно, кроме соленой воды, что-то купить. Поэтому у меня есть вот этот и протергол, и у меня есть дефлюсил, и у меня есть вот этот вот назывин, как бы, вот такое все, что именно для носа идет. А, и зофра у меня есть. То есть, вот у меня четыре препарата, которые конкретно к носу. Все остальное я обхожусь абсолютно здесь канадскими препаратами. Ну, в общем, и все. Как бы, я думаю, что ответила я на ваши вопросы. У меня еще я вот из такого из немедикаментозного что везла? У меня есть шприцы. Я не знаю, зачем я их везла. Вернее, знаю, зачем я их везла. Я везла тоже, вот, как бы, для носа сложные капли колотить ребенку, там, которые, вот, идут, там, с антибиотиками. Но я их ни разу здесь не колотила. Шприцы пригодились. Очень часто для каких-то, ну, там, не в медикаментозных абсолютно целях, не в медицинских, но были мне куда-то нужны. Потому что здесь шприц, я так понимаю, не купишь. По крайней мере, на полках в аптеке я его никогда не видела. Хотя в аптеке очень много чего можно купить. И, как оказалось, очень нужно, то, чего нету даже на полках, можно подойти к фармацепту, спросить. Она, например, от конъюнктивита даст вам. Ну, то есть, как бы, есть препараты, которые... Она спросит, какие у вас симптомы, если она посчитает, что да, окей. Ну, как правило, конъюнктивит всем дают. Там, говорят, красные глаза чешутся и так далее. И они дают. Ну, то есть, может быть, даже шприцы дают. Хотя, наверное, сложно объяснить им, зачем вам шприц, если вам не выписали никакого лекарства. Поэтому такое я везла. Какие-то промывачки, какие-то там клизмочки и так далее. Я думаю, здесь все абсолютно купить можно. Серьезные, реально, антибиотики... Да, вот серьезные лекарства, типа антибиотиков от давления, какие-то там почки и так далее. Здесь так не купишь. Все, что легкие заболевания, типа насморки, кашли, горло, температура, какие-то мозоли, натоптыши, легкие аллергии, молочницы, там, я не знаю, отравления. То есть, если вам нужен какой-то электролит выпить, вот, мази на грудную клетку, мази болят коленки, там, витамины всевозможные. Это все в свободном доступе, абсолютно можно купить. Лекарства, если по назначению врача, детям даются бесплатно, как правило, если это карта Маляди. И если это уже на работе частная карта, там бывают варианты, какие-то франшизы у них, я пока еще не знаю, мы на Маляди. На Маляди за эти три года мы один раз только доплачивали за какой-то препарат, буквально там пару долларов, а так всегда все получали бесплатно. Ну, а взрослые тоже и по Маляди, там оно как-то списывается немного на налогах, но взрослые уже платят. Ну, в общем-то, я думаю, что по аптечке я все вам рассказала, если вам будет это видео интересно, мне очень будет приятно и полезным, главное. Всего хорошего, всем сбором, пока!